В Грузии В Грузии есть небольшой старинный город Мцхета. Сюда едут паломники со всего мира, чтобы почтить память святого преподобно-исповедника Гаврила Ургибадзе. Мужественно проповедуя православие в 60-е богоборческие годы, он своим служением доказал, что нет большего героизма в духовной жизни, чем монашество. В Грузии Пост икон принял в 26 лет и жил в строгой аскезе. Без денег своими руками восстанавливал разрушенные храмы в деревнях. Во дворе своего дома в Тбилиси отец Гавриил из подручных средств построил церковку. Сюда он приносил иконы со свалок, очищал их, как мог реставрировал, делал оклады. С любовью украшая свой храмик, сам спал здесь же, в холодной яме. В 1965 году, после поджога портрета Ленина на демонстрации, был признан душевнобольным и помещен в больницу. А после ему запретили служить и причащаться. Даже на порог храма не пускали. Это стало самым тяжелым испытанием для отца Гавриила. С 80-х годов еродивый монах жил в Мцхете при монастыре Самтавро. Собирал милостыни на улицах Тбилиси, на себе не оставлял ни гроша, все раздавая бедность. Обладал даром пророчества. Строго, но с любовью наставлял сестер. К нему за молитвенной помощью и советом ехали многие верующие. Умер отец Гавриил в 1995 году и уже через 17 лет после кончины был причислен к лику святых. Отца Гавриила глубоко почитает вся Грузия. В Грузии был снят фильм «Диадема старца». В конце 2018 года его автор вместе с другими создателями картины побывали на православной выставке в Самаре. С собой они привезли икону святых Гавриила и Серафима Саровского, которая именуется «Дружбой русского и грузинского православных народов». Нескончаемая очередь верующих выстроилась к святыне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посетители выставки смогли увидеть фильм «Диадема старца» и узнать прямо из уст авторов удивительную историю его создания. Православные со всей Грузии собрались у могилы за несколько дней до обретения мощи юродивого отца Гавриила. Прибыла паства и из многих других стран. На протяжении нескольких дней прихожане с великим благоговением терпеливо ожидали приближения к святым мощам старца. В тот же день святые мощи крестным ходом были перенесены в собор святы Цховели, о котором старец говорил «После Царствия Небесного самое благодатное на земле место святы Цховели». Позднее, при большом стечении народа, святые мощи юродивого были перенесены в кафедральный собор Пресвятой Троицы. Присутствие отца Гавриила ощущалось всеми православными. Люди чувствовали, что где-то рядом стоял их любимый старец. Радовался и молился за всех скорбящих, верующих, пришедших к нему ради благословения. Естественно, неудивительно и это чувство. Ведь старец Гавриил завещал «Я ухожу, но незримо всегда буду рядом. Никогда вас не покину». Константин узнал о существовании отца Гавриила еще в детстве. Хотя ему не удалось общаться с ним при жизни, всегда чувствовал участие Архимандрита в своей судьбе. Старец Гавриил стал для меня очень родным другом, прежде всего, который слушает тебя, когда ты приходишь. Старец Гавриил снисходительно на тебя смотрит, улыбается и чувствует, как он подбадривает тебя. И то, что всю жизнь старец Гавриил проповедовал, не страшно. Грех не страшно. Страшно отсутствие любви. И всю жизнь старец Гавриил проповедовал только любовь. И это самое главное. И сейчас он его наставляет, воспитывает. Есть такой старец живой, Эфрем Аризонский. Он живет в Аризоне. И он очень духоносный отец. И он известен молитвенным дерзновением, что у него очень сугубо есть сильные молитвы. И вот мне матушка подарила фотографию. Подумал о том, что Эфрем Аризонский, раз он аризонский, то есть он американец. На самом деле, оказывается, он грек. И я с реконой начал на английском языке общаться. Я радовался, что и как хорошо я походу английский язык помнил. Спустя время Константину приснился сон. Я нахожусь во дворе монастыря Санта-Буро в Грузии. Старец Гавриил всех благословляет. По дворе ходит такой обеспокоенный. Остановился вдруг. Посмотрели на меня и говорят, Костя, ты же филолог. И вот у меня такая гордость пошла, что батюшка, ты же филолог, наверное, что-то я должен сделать. Вот странные вы филологи, Костя. С греком нужно только на английском языке разговаривать. Я звоню в монастырь в Санта-Буро. Я рассказываю, матушки смеются тоже. И матушка одна мне говорит, вот, показали тебе, старец говорил, что не надо выпендриваться. Если человек святой, он и на твоем родном языке услышит. Помогал старец и в создании кинокартины. Делали этот фильм люди. То есть мы совершенно далеки от кинематографии. И вот я говорю, что, вы знаете, главным редактором, продюсером, автором вот этого фильма является старец Гавриил. А почему, спрашивают. Потому что явное ощущение было того, что он рядом. Мы начали снимать обычный фотоаппарат, у которого была функция видеозаписи. Нам приходилось просить у респондентов, умолять, что, пожалуйста, держите телефон. Там мы включили звукозапись, снимали, потом вот это чистили, как получалось у нас. Ставили на вот это видео, добавляли. Это было все так мученически, в прямом смысле. Мы должны были, поднимрекрасный день, записать митрополита одного грузинского. А у нас сломался штатив, сломался микрофон. И мы не смогли найти ни штатив, ни микрофон. А на другой день, то есть, запись уже назначена в таком подавленном состоянии. Я прихожу к раке старца Гавриила, я не могу сказать, что я помолюсь. Я пообщался, скорее всего, с ним. Как внук, например, который не видел своего деда давно. Я рассказываю батюшку, говорю, вот так, так, так. Помоги, пожалуйста. Утром мне звонит главный продюсер одного телеканала, ведущего телеканала. И говорит, что вот завтрашнего дня у вас будет съемочная группа и камеры, и операторы, и все, и все, и дистанционное управление. И получилось так, что сняли этот фильм. Много чудес, конечно, происходило во время съемок. Когда однажды у отца Гавриила спросили, каков его крест, он ответил, вся Грузия и половина России. Но, видимо, по поводу Самарского края у прозорливого старца были особые планы. Потому что именно у нас, точнее, в городе Новокуйбышевске, произошли удивительные события, связанные с ним. Он сочетал в себе высокую аскетичность наряду мудрость и Христовую любовь в своем сердце. И был педагогом. Он учил людей через юродство, через мудрость Христовой любви и духовной жизни. Мы знаем, что старец Гавриил юродствовал для того, чтобы не только обличить грехи людей, но чтобы и смирять себя. Он рассказывал, что когда ему приходили в голову мысли о том, что он вышел других подвижников, то он надевал на себя медную корону, шел на улице Тбилиси, над ним все смеялись. Он говорил, вот, Гавриил, и чем ты выше других? Ну, давай все смеются. А когда он однажды шел на помойку и там сидел, молился, сестры приходили, говорю, отче, что ты здесь делаешь? Здесь помойка. Говорит, раз ко мне приходят в голову посторонние мысли, то и у моей головы помойка. Чем я лучше этого места? И удивительным образом в его юродстве сочеталась возможность смирить себя перед Богом, перед людьми и одновременно быть таким вот способом промысла Божия, орудием промысла Божия, для того, чтобы люди пришли к Богу. Идея написать икону старца Гавриила появилась у отца Артемия после того, как прихожанин по имени Илья передал ему в дар от знакомого священника из Грузии бумажный образок святого Гавриила. Хотели обратиться в Самаре к конописцам. Сами грузины говорят, а зачем нам? русские иконописцы. У нас есть прекрасный грузинский художник, давайте его попросим. И вот Джонни в крещении Давид приходит в храм, и он никогда этим не занимался, и тут он вдруг исповедуется впервые в жизни, молится, начинает писать икону. Икона Икона была написана по молитвам Самарской блаженной схемонахини Мануэла Елисеевой. Она была прекрасным живописцем, иконописцем, хотя специально не училась. И после смерти именно к ней мы обращались, когда писалась эта икона. Ведь буквально за немногие дни без единого изменения был написан чудный образ человеком, который никогда до этого иконы в принципе не писал. Но он исповедовался, он стал молиться, мы вместе молились в часовне блаженной старец Мануэла, и получилось вот такое удивительное завершение. После того, как я написал икону, естественно, я стал ближе к церкви, ближе к Богу, и так и продолжается до сих пор. Понимаете, икону, икону, я его так от души написал, что мне самому так приятно было, как этот момент, что вот он у меня получается, вот он улыбается, вот он по-настоящему, по-настоящему смотрит мне я в глаза, и, понимаете, это все как-то укрепило мне веру к Богу и самому Габриэлу, понимаете. осветили образ в Грузии на мощах старца Гавриила. Расходы на поездку взяли на себя две грузинские семьи из числа прихожан Ильи и Вероны. Они же сопровождали настоятеля в пути. полет заоооо Business сдау Яна. Ооо! Аааа! Ааа! 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 Аааа! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ